Очки, 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 очки. Аааа, как же правильно выбрать? Наверняка именно с этим вопросом вы сталкиваетесь, когда хотите выбрать очки для плавания. Меня зовут Никита Кислов, школа плавания SwimRocket. И сегодня я расскажу про 6 основных типов очков, а в конце разыграю крутые очки Arena Cobra стоимостью 4000 рублей. Если готовы, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok очки для открытой воды, очки для тех, кто плохо видит, и также так называемые хай-тек очки, которые стоят 4000 рублей. Обо всем по порядку. Каждый тип очков отвечает своим целям и задачам. Первый тип очков – маска либо полумаска. Очки, как правило, вот такой формы. Они имеют большой объем, они комфортно держатся на глазах, но, видите, занимают практически пол лица. Плюсы этих очков в том, что в них очень хороший обзор, и они не оставляют сильных кругов, потому что они вот довольно плотная резинка, и она не так сильно придавливается. Самый главный минус при плавании в этих очках в том, что если вы плывете на скорость или стараетесь плавать на время, то эта полумаска за счет своего сопротивления будет вас немножко притормаживать. То есть это больше для комфортного плавания, либо плавания на море, когда вы хотите все разглядеть. Она очень удобная. Модели в этой ценовой категории где-то от 1000 до 3000 рублей. Также к этому типу очков относятся Тирма Агна, Спида Биофьюз Риф и также Арена Х-Сайт 2. Второй тип очков – это стартовые очки, так называемые стекляшки, довольно популярные очки, то есть они 100 лет уже популярные. Плюс этих очков то, что из-за маленькой формы они уменьшают сопротивление с водой. Большинство профессиональных спортсменов выступает именно вот в таких очках. Также хочу сказать, что для любителей эти очки не совсем удобны, потому что приходится долгое время тренироваться, и глаза начинают болеть, потому что вот край этой пластиковой штуки очень давит на наш глаз. Также не совсем удобно любителю настраивать эти очки, потому что здесь такая веревка, и мы регулируем переносицу самостоятельно, по ширине, в общем, это не очень удобно. Также к стартовым очкам относятся и другие модели, они также имеют принцип, что у них минимальные размеры и минимальная резинка. Их задача основная – помочь вам при старте, чтобы сэкономить секунды. Но стартовые очки не предназначены для долгих тренировок, просто реально у обычных любителей болят глаза. Ценовая категория этих очков – от 499 рублей до 1500. Модели этой категории – «Арена Сведикс», «Хэт Шведикс» и также «Набаджи 500». И все другие такие стеклянные очки, они стоят недорого. По факту они просто из пластика. Третий тип очков – это тренировочные очки. Их основная задача – это комфортность во время тренировки. Потому что если в стекляшках мы плаваем на соревнованиях, это очень короткое время в бассейне, то во время тренировок мы проводим несколько часов, и наша задача, чтобы глаза чувствовали себя хорошо и не было никаких лишних кругов. Основной плюс тренировочных очков – что в них можно долго тренироваться, и вы не почувствуете дискомфорта. Также хочу сказать, что тренировочные очки очень популярны у девушек, потому что они оставляют меньше кругов под глазами. А, как правило, после утренних тренировок девушки едут на работу либо по делам. Ценовой диапазон этих очков – от 699 рублей до 2500. Одни из самых популярных моделей в этой категории – это на бадже «Изи Доу», «Аквасфера Кайман» и также «Тир Нест Про». Также популярна вот эта модель «Хэт Тайгер». Четвертый тип очков для плавания – это очки для открытой воды. В последнее время этот тип набирает большую популярность, потому что все больше и больше людей хочет выступить в соревнованиях на открытой воде либо триатлоне. Основное преимущество этих очков – то, что они имеют вот такую изогнутую форму для того, чтобы обеспечить хороший обзор при плавании на соревнованиях на открытой воде, чтобы видно было, где партнеры, чтобы можно было ориентироваться. Также еще есть преимущество этих очков – затемняющиеся линзы и линзы, которые не пропускают блики и солнце. Потому что представьте себе, если мы поплывем на открытой воде в обычных очках прозрачных, и будет яркое солнце, наши глаза очень сильно устанут, и мы будем получать дискомфорт. Поэтому вот эти очки имеют такое свойство, что они затемняются и не пропускают лучи. Также эти очки имеют большую резинку-уплотнитель, потому что, как правило, плавание на открытой воде – это длинные дистанции, и для того, чтобы нам просто было комфортно в них плыть, и они не давили нам на глаза. Ценовой диапазон таких очков – от 2 до 4 тысяч рублей. Основные модели в этой категории – это Tears Special Oops, HOOP Brunley, и также Predator от ZOX. Пятый тип очков – это очки для тех, кто плохо видит. Эти очки с диоптриями. Основное их преимущество в том, что в них встроена линза, которая помогает нам корректировать наше зрение. То есть, если, допустим, в обычной… обычное ваше зрение в обычных очках – минус 2, соответственно, эти очки также будут с корректировкой минус 2. Такие очки можно приобрести в магазине оптика, либо в плавательных магазинах. Эти очки довольно легко отличить, на них есть маркировка. Также, если вы подойдете и спросите у продавца «дайте мне очки с диоптриями», они вам сразу подберут. Если у вас разное зрение на каждом из глаз, скажите про это консультанту, и он вам подберет специальные линзы для каждого глаза. Ценовой диапазон в этих очках немножечко подороже, потому что в них встроены линзы. Он от 1000 до 4000 рублей. Модели в этой категории – это Aquasfera Optical, Tier Optical, а также иные любые очки, которые продаются в магазине Optical. Шестой тип очков я назвал эти очки «Хай-Тек». В первую очередь, потому что они обладают нереальным дизайном и очень большой стоимостью. Эти очки могут подходить как и для старта, для того, чтобы сэкономить ваши секунды. Также многие профессиональные атлеты тренируются вот в таких очках «Хай-Тек». Основное преимущество этих очков, по мнению производителей, в том, что они экономят буквально каждые миллисекунды при плавании. Также, как правило, в комплекте к этим очкам идут разные крутые насадки и дополнительные фишки, что делает эти очки еще интереснее. Ребят, вы только взгляните на дизайн этих очков, в них чувствуется скорость и победа. Как я и сказал, что из плюсов – это у них комфортность, стильный прикольный дизайн и экономия секунд. Ну, конечно же, из минусов тут один единственный минус – это то, что очень высокая цена у таких очков. От 3 до 6 тысяч рублей. Основные очки в этой категории это Michael Phelps X Seed, Speed of You и вот такие Arena Cobra. А теперь конкурс. Я хочу еще раз поблагодарить компанию Swimlike за то, что они дали очки нам на обзор, а также дали крутые очки Arena Ultra Cobra Mirror стоимостью 3 тысячи 900 рублей для того, чтобы я разыграл среди подписчиков моего канала. Для того, чтобы выиграть эти очки, вам надо сделать несколько простых действий. 1. Быть подписанным на мой канал SwimRocket 2. Написать в комментариях «Хочу» очки 3. Перейти ко мне в ВКонтакт и сделать репост этой записи к себе на стену. Ссылка на пост ВКонтакте с этим видео будет в описании к этому ролику. Все очки из этого выпуска, а также любые другие плавательные товары вы можете приобрести в магазине SwimLike со скидкой 10% по промокоду SwimRocket. Ребята работают по всей России и доставляют очень быстро. Ну а на этом все. Это был Никита Кислов «Школа плавания SwimRocket». Не забывайте участвовать в конкурсе. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok